Ну вот скажите мне, присылайте мне вот эту фотографию. Я не могу никак вот это, вот эта учёба, вот эта вот груша несчастная, несчастный садовод, который вот эти, вот смотрите. Ну почему мы считаем, что вот это вот всё, а это дерево, ещё раз, вот прививка, это тысячный раз говорю, я уже действительно, уже, наверное, вы уже устали. Но как до них докричаться? Я написал, что я продолжаю сдавать экзамен, не называя фамилии, имена, я же выполняю обещания. Но темиряется, темиряется общее слово, это тысячи выпускников. Эта почка, из почки выросло дерево, из почки боковой, которая где-то на периферии была одна из тысяч. Но если дерево было молодое, из которого брали человек, то одна из сотен. Подвой её превратил в дерево. Он выпирает, выпирает, она выпирает, растёт, растёт. Нету у неё штамба у этой, она привита. Нету у неё кроны, не то слово. Нету у неё штамба. Нету, нету. Это ветка. Какой хрен штамп? Зачем ей делать штамп? Как мне уже докричаться? Ну, и ни один раз, помните это самое злое письмо Ивана? Вы молодец, доказывайте своё, а их-то оставьте в покое. История рассудит. Она рассудила тем, что в России нет садов. То, что есть, это не сады, это слёзы. На прилавки зайдите. Один раз из сотни вы случайно насмётесь на кубанские эти яблоки. Всё. Какие хрен сады? История не только не рассудит, она уже давно рассудила. Ну, как можно вот с этим, вот этому штамп делать? Я успокоиться не могу. Я понимаю, Юра, полезешь туда, опять грязь заболит. Но ради этой, мы будем считать, гражданский подвиг. Если ты скромно спросишь у той дамы, отпилила или нет? Если отпилила, пусть фотографию покажут. А почему я вот эту фотографию? Это мне прислали. Яблони в лесу где-то из косточки. Вот. И даже из косточки её никто не формировал. Это нормальная, нормальная крона. Помните, я показывал? Ой, ладно, не буду повторяться. Посмотрели, полюбовались. Да на кой хрен мой штамп-то ваш нужен? Вы можете сказать-то? Ведь если бы эту фотографию прислала та дама, укоротила вот так вот, раз-раз только квадратик, якобы какая-нибудь там полукультурка в её саду растёт, вы бы её тоже бы научили. А вот скажите, вот тут вот пять, допустим, ветер яблок, ну пусть мелких всё-таки это полукультурка из леса, птички принесли. Ей нужен ваш штамп. Сколько можно про этот штамп-то говорить? А теперь представляете, что будет, когда команда будет, ведь если с Кугорева Антонина Ивановна вместе с Железом, вместе с директором, вместе с учителями добьётся результата, если увидят там сотни плодочащих абрикосов, места у них много, вот. Сотни плодочащих абрикосов, кто-то скажет, да клуб же надо всю страну. Когда-то же сработает это, даже у старых этих политиков, комсомольская это. Да ёлышь сады школьные, да ёлышь, и вот эти вот поручат опять этим тебе разжигом, книги для школы. Это всё сразу уничтожено будет. Вот это вот, то, что я вам показывал. Всё нахрен уничтожит. Чуть не матерюсь, ладно. Ну, узнаёте, чей сад? Вы думаете, я особо старался? Ну, две почки было. Пока думал, какую из них убрать, или их подрежать, сделать постепенно. Она взяла и выросла. Этот сад здесь невозможно уничтожить ураганными утрами. Каждый год, каждый год по стране в нескольких областях проносятся ураганы ветра. Опять недавно показывали. Опять раздавленная машина. В прошлом году, в этом году не говорят. Там ребёнка убила, там женщина убила. Машины раздают здесь. А кто в сады заглянул? Никому ж нахрен не надо, потому что в садах из этих штампов растут высокоросые деревья, искалеченные так, что у них древесина не держит ветер. Если ещё на этих дебильных корнях, выращенных из палки, помните, так называемые клоновые карлики, если на них, то они просто падают целиком. А если, не дай бог, привитые, она просто ломается по прививку. Спасибо.